У меня здесь было несколько вариантов. И было, я думал, и без сюрпризов, и Льюиса Хэмилтона назвать. Ника Росберга я мог бы, наверное, еще вот после летней паузы, я мог бы со стопроцентной уверенностью сказать, что вот в конце года я точно назову его гонщиком года. Нет, Ника поломался психологически. Дани Рикардо просто человек пришел, увидел и сделал. Здесь, правда, огромное уважение. Человек, который в тот момент, когда у Мерседеса возникали проблемы... Откуда? Откуда у него это? Вот правда, откуда? Это его левое чуття у футболистов. И мы же этого не видели раньше. В цьому и главный сюрприз Рикардо, что мы от него не чекали ничего абсолютно. Когда Sky Sport провели превью сезону, он сказал, что Рикардо програют квалификации Фетер 12-7. Он выиграл 12-7. Ну, а по гонкам был еще раз громче рахунок. Безумовно, гонщик номер один, если говорить про несподіванку. Но я бы сказал, что гонщиком номер один, и на эту думку я наштовхнувся лишь после того, как подивился один очень интересный блог. Там сделали пробу проанализировать сезон без влияния качества гонщика. Было много критерий, которые достаточно объективно оценивали каждого гонщика, как он выступал. Работа с командой, работа на трассе, результаты по очевидению и так далее. И вот там номер один за этот сезон отримал Фернандо Алонсо. И я скажу, что Алонсо для меня и в этом году это остается номером один. Даже враховывая то, что я сказал, что Кимми расчарование року, надзвичайно контрастным був результат Алонсо в этом сезоне и Кимми Райковна. Тобто Феррарі побудовали… Подивись на ту же команду Заобра, у них тоже был мотор Феррарі. И где они опинились. У них были постоянные проблемы с этим мотором, и они весь час были остальными. Остальными, если не брать до уваги, аутсайдеров совсем. То, мабуть, Алонсо знову overachieved, дав больше, чем команда заслуговала. И это был еще один рік, который Алонсо так продемонстрировал. Потому что графику оптимального выступа в каждом из сезонов Алонсо виграв би у цих попередних лет. То есть он весь час тримается на пику. И этот рік не был винятком. То, что он на подиум приезжал из Феррарі – это тоже результат. И если приймете тогда, где был Кимми в тот же момент, это еще одно подтверждение, насколько Алонсо продолжил викладаться, попри то, что у него, напевно, уже не было мотивации. Не было мотивации еще з літа, и он знал, что он пиде в другую команду, когда, в принципе, он расстается своей мрее. Он хотел стать чемпионом из Феррарі. А кто же не хотел? И сегодня я вижу фотографию, которая была сделана после Абу-Даби, где Алонсо сидит на кушеце для массажа, и его взгляд, напевно, ведет все. Вин спустошенный, он отдал всего себе, но команда не дала ему ничего в замену. Есть хорошее английское слово – exhaust. Это полностью описывает то, что произошло. И это то, почему я считаю его лучшим. Вин такой после каждой гонки. Вин может вылезти из болиду и сказать, что я отдал всего себе. Цей болид швидше не проедет, и никто в Пелотонии это не сделает. Поэтому он остается лучшим. Поэтому он заслуживает эти деньги, которые будет Хонда ему платить. Абсолютно. Может, не объективно, с точки зрения Даня Рикардо, Льюиса Хеймлтона, Валтера Ботаса, Ника Розберга. Но Алонсо остается пока что мерилом для всех других в Пелотонии.